Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. Почему с женщинами иногда так трудно общаться? Почему они так легко обижаются, устраивают истерики, понимают тебя превратно, ведут себя непредсказуемо? Любой мужчина хоть один разочек в жизни задавался подобными вопросами. Ответ прост. Эта статья не содержит длинных рассуждений о психологии, только практические приемы. Их будет всего лишь три, но действительно центр. Пользуйся на здоровье и обязательно расскажи в комментариях, насколько эффективны оказались наши советы. Ждем. Итак, что надо говорить женщине? Первое. Комплимент. Большинство мужчин не осознает всей силы комплиментов. Женщине нужно говорить, что ты восхищаешься ее телом, видишь его в сладких грезах дни и ночи напролет, что тебе нравятся ее глаза и длинные пальцы. Если ты научишься говорить своей женщине комплименты, правильно ты станешь лучшим мужчиной в ее жизни. Она никуда не уйдет, ей не захочется изменять тебе. Зачем это все? Женщине очень важно слышать конкретные фразы о том, что тебя привлекает в ней внешне. Не скупись на слова, учись озвучивать свои чувства. Второе. Слова благодарности. Как и любому человеку, женщине важна благодарность. Это так мило, когда мужчина искренне благодарит за что-то. Хочешь о чем-то попросить любимую? Вначале поблагодари, а затем уже приступай к изложению своей просьбы. Успех гарантирован. Работающий практический прием. К примеру, ты хочешь попросить свою женщину о смелом эксперименте в постели. Да, тебе хотелось бы попробовать что-нибудь новое и необычное. Как затеять разговор, чтобы любимая поняла тебя правильно и не устроила скандал на ровном месте? Начни с благодарности. Вспомни какой-то волнующий момент, когда твоя ненаглядная была особенно хороша. Расскажи ей об этом. Сделай комплимент от сердца. Главное, искренне. Используй яркие образные детали. Скажи, что заботишься о ней и хочешь подарить ей незабываемое ощущение. Очень важно научить свою партнершу расслабляться. Ведь именно в таком состоянии женщина более чувствительна, способная достичь большого удовольствия. Направь ее чувствительность в нужное русло и ты будешь полностью удовлетворен результатом. Уверен, женщина отреагирует на твою просьбу совсем иным образом, чем если бы ты прямым текстом заявил, что требуешь вот этого и немедленно. Третье. Просьбы о прощении. Да, мужчины так часто забывают о магии прощения. Если ты будешь максимально искренним и откровенным в своей просьбе, а пощаде, женщина с удовольствием просит тебя. Проси прощения, если опоздал и заставил ее ждать. Проси прощения, если случайно разлил кофе на рубашку и ей придется возиться с пятнами. Помни только честное, волнейшее раскаяние и любимое. Простит тебе все. Такова природа женщины. Используй всего три золотых правила. Ты станешь царем. Но есть еще один важный момент. Ни в коем случае не произнеси следующие фразы. Во-первых, не делай замечания по поводу ее веса и фигуры. Поверь. А женщина всегда хорошо знает, что набрала парочку лишних килограммов. Она знает о своих недостатках. Второе. Не стоит говорить, что любимая выглядит уставше. Если женщина устала, лучше позаботиться о ней. Организуй полноценный отдых. Сделай массаж. Замечания по поводу уставшего вида. Одно из самых обидных. Никогда не сравнивай женщину с ее подругами и любыми другими женщинами. Этим ты можешь навсегда ее оттолкнуть. И никогда не критикуй семью женщины и ее близких друзей. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким. И конечно же ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Услышимся.